Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В семье Глеба и Ольги Жемчуговой новый скандал. Глеб обнаружил в телефоне жены переписку с мужчиной. Он не смог справиться с ревностью, разбил телефон и ударил Олю по лицу. Оказалось, что она вела переписку с другом своего детства, и ничего компрометирующего в ней не было. Но Глеб считает, что его жена не должна общаться ни с какими посторонними мужчинами. А вот ему можно бросать девушек в бассейн и общаться с ними на интимные темы, как это было на Сейшелах. Тимур Гарафудинов сделал красивое свидание Вике Романец. В этом ему помогали ребята. Получился веселый корпоратив с песнями и плясками под гармонией. На свидании он предложил ей стать его девушкой. Ответ Вике был двояким. Она сказала, шансы есть у всех. Винцеслав Мингржановский выехал в город, как он написал, проветриться с Еленой Босс. Подписчики в комментариях шутят, что это последний шанс Елены остаться на проекте. Больше она там никому не приглянулась. Илья Ябаров обратился к тем зрителям, кто поливает его грязью в интернете. Он сказал, если я такой негативный, переключите канал, не надо меня смотреть. Какие же вы люди ущербные. Чему вас учили ваши же родители? Мне кажется, что родители такие же никчемные. И вот из-за этого получились такие дети никчемные. У Алисы селфи было день рождения. Поздравляем эту талантливую девушку. У младшей сестренки Марины Африкантовой тоже день рождения ей исполнилось 15 лет. Татьяна Владимировна хотела бы, чтобы в будущем девочка тоже пришла на проект. Она пишет, она младшая сестренка Марины, а порой даже кажется, что старшая. Все знает и дает советы. Скоро придет на дом 2 достойная смена и будут теснить тех, кому к 30. Андрей Черкасов весело проводит время с Яной Шофеевой. Он пишет, наше первое селфи с Яной, оно и должно быть именно таким забавным, необычным и сладким. Как вы помните, еще одна девушка пришла на проект к Черкасову. Это Карина. В сети появились ее фотографии. Она модель, певица и актриса. А теперь о том, что происходит на Сейшелах. На ток-шоу, съемка которого недавно состоялась, Саша Гозес узнала про истинное отношение Кости Иванова к ней. Оказалось, что девушка с ребенком для него табу, что будущего он с Сашей не видит. Но после ток-шоу Костя стал отрицать свои слова. И Гозиас теперь не понимает, как же дальше продолжать отношения и для чего. Саша, Гозиас и Кристина Лисковеца сдружились. Саша пишет, моя куколка Кристина очень стали близки на острове, а значит мы сила. А Кристина ездила с Федей Стрелковым на рыбный фестиваль, где рыбаки соревновались, кто же больше выловит рыбы за два дня. Дима Дмитренко объявил конкурс. Он написал, друзья, кто умеет рисовать портреты, шаржи, рисуйте нас с солей и присылайте в личку. Самые лучшие рисунки опубликуй у себя в соцсетях. И еще одно приятное известие от бывших участников проекта. Алексей Самсонов и Юля Щаулина помирились. Юля простила Алешу и они снова вместе. Многие подписчики считают, что ребята просто разыграли эту ссору, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание публики, потому что как-то очень уж быстро они помирились. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!